Открытие амбулатории состоялось еще 29 января. Тогда была торжественно перерезана красная лента. Но двери нового медицинского учреждения так и не открылись для красновцев. Когда закончится этот бардак? Таким был первый вопрос главы региона, посетившего Красное с рабочим визитом. У нас вот эти проблемы масса. Позрачено, это уже денег, все стоит и все стоит. Вот все стоит. Ленточку мы все порезали, отчитались и все. По словам исполняющего обязанности главного врача Сергея Марташенко, сегодня новая амбулатория проходит процесс получения лицензии, без которой она не может начать работу. Фактически дело только в документации. Пока документацию готовят, есть несколько вопросов, которые необходимо решить. Но они уже в процессе. То есть необходимо настроить телефонную станцию. Здесь на 20 номеров мини-АТС установлено. Мини-АТС и монтаж стойки регистрации обещают сделать уже в течение недели. Необходимое оборудование для оказания всего перечня медицинских услуг в амбулатории уже есть. Единственная проблема, характерная для всех населенных пунктов округа, это кадры. Красновская амбулатория нуждается в квалифицированных медицинских работниках. Вакантны ставки стоматолога и врача-педиатра. Также необходимы две медсестры. Привлечь медицинские кадры поможет решение жилищного вопроса, уверен Сергей Марташенко. Эта проблема в селе решается. За последнее время два медицинских работника получили квартиры в новостроях. Но этого недостаточно. Помочь в жилищном вопросе может старое здание амбулатории. Дома не так часто сдаются. Вакантные места у нас есть. То есть это здание можно перепрофилировать под жилье для наших специалистов. Кстати, в начале октября ожидается приезд медицинской сестры из Архангельска. К этому времени амбулатория получит лицензию. Поэтому есть надежда, что красновцы уже через месяц смогут получить медицинские услуги в новом учреждении. Следующим пунктом в маршрутном листе – новостройки для оленеводов и чумработниц. Экспериментальное жилье возводится по современным технологиям и специального пенопласта. Подрядчик уверяет – холодно в таких домах не будет. Вот очень тепло и проблем в этом плане точно не будет. Стоят такие дома примерно так же, как блочные, зато строятся быстрее. Готовые панели монтируются под фундамент. Крепятся между собой металлическими пластинами. Внутренние стены дома будут дополнены двумя слоями гипсокартона. Такая технология применяется на Севере уже 20 лет. Такая технология была, как нам говорили, опробирована на Ямале. В принципе, наверное, аналогичные условия. Ну и вот пробуется вариант такой строить здесь. Хотя мы не очень были довольны, скажем так, таким конструктивом. Сами обратили внимание, что в Красном фактически все строится, ведется из так называемых газостерикатных блоков. Ну, посмотрим. Все работы подрядчик планирует завершить к концу сентября. Достанутся экспериментальные дома 10 семям оленеводов из СПК «Харп» и СПК «ЕРФ» по социальной программе.